Воскресный днём Просеявших, но у нас, наверное, сегодня тоже особенный день в республике. У нас празднуется День Хетога. Я думаю, что очень уместно об этом вспомнить в траве святого Георгия, где мы находимся. Поскольку именно по молитве к святому Георгию и был спасён этот человек, Господь явил свою силу на нём. И память об этом была передана, в том числе, Костой Ивановичем Хетогуровым, который был потомком Хетога. И мы до сих пор этот день празднуем и вспоминаем. Но вот почему именно этот день так дорог сердцу осетинского народа? Я думаю, и думаю, что не ошибусь, и вы мои слова подтвердите, что в судьбе этого человека как бы в некой капле отразилась вся судьба многовековая, непростая осетинского народа. Действительно, сколько много подвергались опасности люди, которые жили на этой земле, и от иноплеменников, и от иноверцев, и сколько раз осетинскому народу грозило полное истребление. И вот в самые трудные минуты своей жизни, когда оказалось уже по-человечески, нет ни надежды, потому что нет никаких ни союзников, ни помощников, Господь Сам хранил и спасал Свою народу. Мы молимся очень много святому Георгию Поведоносцу, потому что он близок к нам и по жизни, и по своему мужеству, и по ходу. Мы все должны понимать, что, конечно же, святые так же, как и люди, не самодостаточно. Через святых действует Господь наш, Иисус Христос, подает им силу помогать нам. И Господь, наверное, снисходя к нашей человеческой немощи, дает нам этих заступников, которые нам очень близки, которые всегда рядом. Вот святой Георгий спасает тот народ, который дан ему как бы в удел. Мы знаем, что многим святым Господь как бы в удел дает те или иные места земли, где-то молится больше одному святому, где-то святому Николаю, где-то святому Власию, где-то святому Георгию. И вот та земля, на которой мы с вами живем, она как бы святому Георгию вручена, чтобы он ее хранил и никогда глаз с нее не сводил. Так и мы не должны сводить глаз наших святых с Господа Бога. Потому что самое главное, наверное, что в этот день мы переживаем в своем сердце, это благодарность. Благодарность Богу за то, что Он сохранил малый остаток, как некогда в Израиле сохранил малый остаток, чтобы из этого остатка родился великий народ христианский. Так и в осетинском народе Господь сохранил веру и благочестие, несмотря на все те испытания, которым народ подвергался. Наверное, немного народов, которые за свою судьбу переносили столь тяжкие удары, но при этом не погибали, не сокрушались, а восставали, восстанавливались. Почему так? Потому что тысячу сто лет назад, и даже раньше, слово Христово на земле это прозвучало, и оно осталось не бесплодным. Оно дало обильный плод своих святых в благочестии, в повседневном благочестии осетин. Которые так удивляют людей, которые сюда приезжают, которые, садясь за стол осетинский, удивляются, что не просто какие-то благопожелания друг другу начинают этот стол, а молитва Господу Богу, благодарность. И вот это очень важно. Потому что самое главное таинство, за которое мы в храме собираемся, называется Евхаристия, что переводится «благодарение». Если человек Богу не благодарен, Господь и даже те дары, которые дает ему, постепенно отнимает. Мы с вами хорошо знаем в Евангелии притчу о талантах, когда одному был дал один талант, другому два, третьему пять. И вот кто-то принес плод Господу у двоих этих талантов, а кто-то сказал «Господи, на тебе твое», проявил неблагодарность. И за неблагодарность Господь говорит «отнимите у него и то, что дано было». Но если мы благодарим Бога, вспоминаем, что сегодня как бы день спасения осетинского народа, потому что он к Богу обратился, и Господь не посрамил его веру, то, конечно же, Господь на этой земле свои таланты может. Я думаю, что не только в этот день мы должны Господа благодарить, по вседневному, по всечасному, потому что само бытие наше, дарованное нам Богом, это уже благодать. Потому что Господь независно и свободно нам подает. И за это мы тоже Бога должны благодарить. И вот человек, который, и народ, который пребывает в этом благодарном предстоянии перед Богом, я думаю, безусловно, наследует те благодеяния и те обетования, которые Господь в своем Евангелии к нам обращает. Он говорит «Придите, возлюбленные, досладитесь царством, придите на мой пир, разделите мою трапезу, потому что Господь щедрый милостив, благотерпеливый многомилостив. Не будем ускушать Господа нашими грехами. Мы знаем, что Господь милостив, но в Евангелии говорят также и грозные слова, что люди, которые не сотворили милости своим ближним, те Господь не принимает. Есть замечательное еще одно милочие, когда Господь говорит «Голоден был, и напитали меня, наг было, одели меня, болен был и посетили меня». И праведники спросят «Господи, да когда же мы Тебя видим? Ты жил давно, давно вознесся на небо, сидишь одесную Бога и Отца, мы не видели Тебя ходящего среди нас». А Господь ответит «Поскольку сотворили это ближнему своему, вы сотворили это мне». И это тоже благодарность Богу. Когда мы, зная, что по заповеди, исполняя Его повеление, мы получаем от Него некое благо, мы исполняем все желания больше и больше творить заповеди. Господь независимо дает, не мерой меряй, не платит сколько-то монет за Свою руку, а дает не меряй, не меряй, это мера преизливающаяся. Как мы представим себе некий сосуд, который наполнен зерном, и в который все сыпет и сыпет, оно из него уже выливается, вытекает. Вот столько Господь дает каждому человеку. За это ли не благодарить Господа? Поэтому я думаю, что вот это чувство благодарности, оно ключевое в нашем христианском благочестии. Поначалу, конечно, первые шаги мы делаем из-за того, что хотим что-то от Господа получить. И я думаю, что и это тоже не грех просить Бога. Господь даст просящих, безусловно, кто с верой просит, тому все дается. Но в конце концов человек в чувстве благодарности приходит к таковому состоянию, когда говорит, Господи, да дай больше тем, кто окружает меня. Я не достоин Твоей милости. Ты всегда меня в свои руки держишь, Ты спасаешь меня, как некуда спас хеток. Я, Господи, этого не достоин. Дай тем, кто рядом со мной. И Господь, видя такое пилующее, широкое сердце, конечно, даст и этому человеку. Дай Бог, дорогие мои, чтобы эта благодать Божия всегда пребывала с нами, а мы от Господи не отступали. И какие бы трудности, искушения, испытания нас не посещали, вот это чувство благодарности всегда у нас жило и было действенным. Именно оно является тем двигателем, который нас ведет к Царству Божьему. Аминь. 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 Аминь.